здравствуйте дорогие друзья я очень рада что вы приобрели этот мастер-класс как нарисовать дерево и совершенно не имея навыков ни разу не держав в руках кисточки сейчас мы с вами профессионально нарисуем настоящую картину приступим для того чтобы нарисовать картину нам понадобится минимум это кисточки в холст рамка для будущей картины далее нам понадобится льняное масло так как мы будем рисовать масляными красками стаканчик одноразовый для этого масла и малярный скотч краски которые я буду использовать это зеленый белый обязательно голубой для неба изумрудные зеленые тоже чтобы подчеркнуть листву и траву желтые чтобы придать яркости и черные чтобы немного добавить контраста для начала вам нужно найти изображение дерева в интернете их очень много мне например нравится вот это сердечко открываем изображение на широкий экран берем лист бумаги и карандаш прикладываем могу к монитору и начинаем аккуратно обводить а если выключить свет то будет намного лучше видно закончили теперь берем ножницы и вырезаем по контуру дерева вот такое дерево получилось это называется трафарет прикладываем трафарет к холсту кстати если у вас нет холста то можно как у меня использовать грунтованный картон для удобства я приклеиваю его скотчем так я будем карандашом так получилось настоящее дерево сердечко теперь берем еще малярный скотч так наклеиваем его по линии горизонта примерно будет где-то здесь вот и все теперь мы готовы рисовать сейчас мы будем рисовать небо покрываем маслом холст затем берем голубую и белую краску начинаем рисовать будет у нас небо у меня оно будет светло-голубое погода будет ярко-солнечное это будет середина дня примерно можно сделать краски потемнее будет вечер либо закат либо наоборот ранее утро добавить желтых красок так то есть примерно так так сейчас мне хочется добавить немного облаков я возьму белой краски вот такими вот такими движениями просто паотичными добавлю немного белого если здесь немного синей краски то есть она вам мешает то нужно ее убрать тогда белый ляжет лучше так раздышалываем облака и оставляем пока так дальше можно убрать скотч и теперь мы нарисуем траву нам понадобится также белый мы перемешаем его зеленым добавляем масло получается линия горизонта может быть неровная так как существует холмами какая-то холмистая местность все закрашиваем так он готов теперь приступаем к дереву так нам понадобится немного белой краски чуть-чуть черный и немного зеленый можно даже добавить чуть-чуть синий получится примерный темный серый цвет такой приступим к дереву немного белого так ствол готов и я совсем забыла что дерево у нас должно просвечивать поэтому мы сейчас добавим совсем немного неба как будто листва просвечивает некоторых местах вот так вот совсем чуть-чуть на глаз так все теперь набираем цвет нам понадобится зеленый его немного разбавим белым цветом и добавим чуть-чуть желтого вот такими уверенными движениями на кисточке краска ложится по-разному и создается ощущение что это листва вот так вот вот так вот 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 очень важно добавить темного цвета чтобы у дерева появилась глубина сделаем немного синих бликов так теперь нужно добавить на ствол больше желтого потому что это у меня середина дня и солнышко высоко и она обязательно будет попадать на ствол теперь переходим к деталям для этого меняем кисточку на более тонкую сначала приступим к траве для того чтобы трава у нас получилась глубокая мы детали которые ближе прорисовываем сильнее которое дальше более размываем начинаем более дальнего фона тихонечко вот так вот кисточкой такими мусками прорисовываем травку это не быстро но если делать более такие уверенные мазки то будет намного быстрее где-то потемнее брать краску также где-то посветлее это добавить желтого и по всему холстол переходим на эту сторону самое главное чтобы мазки были в хаотичном порядке чтобы они смотрелись одинаковые потому что трава она разная иначе это будет смотреться как неживая картинка для того чтобы было более естественно нужно кисточкой смело размахивать в разные стороны так 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 и дальше теперь переворачиваем кисточку ребром либо если она у вас тоненькая то начинаем прорисовывать более четкие линии то есть работа будет еще чуть больше но в конце будет видно что трава но ближе кисточку иногда можно протирать чтобы у него более тонкие рисунки или тонкие полоски тут еще более важно сделать второе направление разные стороны а 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 и а а а а а а Продолжение следует... 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 Так, и соответственно, раз на ствол падает солнышко с этой стороны, значит здесь должна быть небольшая тень. То есть мы чуть-чуть... Так вот... Так вот... Так... Так... Немножко прорисовать ствол, чтобы было более контрастно... Тогда появится... Тогда появится тоже глубина... Так... 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 Вот так вот его по кругу, чтобы пока они пушистые, вот так вот его нужно прямо растушевать будет теперь. То есть когда нанесли черный цвет на кончике кисточки, он у нас практически кончился, то есть кисточка осталась уже практически белая, и теперь чуть-чуть растушевываем, тогда будет объем. Так, и сверху снова добавляем белого. Теперь тут нужно сделать то же самое. Чуть-чуть черного. Так, растушевываем. Расшивали и беленьким. Тут тоже можно смело мазать. Немножко убрать, если видите, что сильно, потом нужно убрать кисточкой тряпку. Так, и опять грамульчику берем черный, наносим рисунок. Так, делаем. Мне очень нравится помогать пальцами. Да, облака получаются как-то более аккуратно. Ладно вот так пройтись и по комнатам растереть пальчиком. Получается как настоящее облачко. Так, теперь мы видим, что на моей картине появились немного потеки. Масло их нужно убрать. Так, вытираем хорошенечко кисточку. Так, и проходимся по всему нему. Стараемся выравнивать тон неба. Можно немножко масла добавить. Подго. До стороны. теперь нужно отойти подальше в сторону и посмотреть на картину издалека если вас все устраивает то картина готова можно пойти дальше еще прорисовать кое-какие детали в принципе я считаю картину законченной теперь осталось ее высушить это займет несколько дней и ставить ее в рамочку моя картина уже в рамочке я очень надеюсь что у вас все получилось я буду рада если вы отправите мне свои работы в мои соцсети и обязательно посмотрю их и может быть поделюсь ими и напишу какие-то комментарии я буду очень рада если вы подпишетесь на мой канал и также в ближайшее время я планирую выпустить еще и другие мастер-классы спасибо вам за то что были со мной всего вам доброго до свидания